Жители Дунгуаня, предпочитающие путешествовать самостоятельно, отправились на ЧМ в Россию. Сина.Чон, Китай. 14 июля 2018 года. Корреспондент Дунгуан Ньюс Дун Шанлин рассказывает, что в последнее время жара не только на улице, но и на чемпионате мира по футболу. Из Дунгуаня, который уже подвергся футбольной лихорадке, на матчи в Россию отправилось большое количество болельщиков. Некоторые фанаты, находящиеся недалеко от стадионов, загружают свои фотографии в Уичать. Одна из самых распространенных социальных сетей в Китае, примечание Пер, и получают много лайков от своих друзей. Большинство болельщиков, отправившихся на чемпионат мира, выбирают самостоятельные путешествия. Наш корреспондент, обратившись в множество крупных туристических агентств, а также благодаря сайтам китайских туроператоров выяснил, что туры в Россию на чемпионат мира пользуются широкой популярностью. На это есть несколько причин. Облегченный визовый режим, на время ЧМ въезд иностранных граждан в Россию, имеющих паспорт болельщика, осуществляется без оформления визы, примечание Пер, удобные и непродолжительные перелеты. Такой туристический бум имеет соответствующую статистику. Согласно данным, опубликованным FIFA, китайские болельщики купили более 40 тысяч билетов на этот чемпионат мира, заняв девятое место среди всех стран. Некоторые специалисты в индустрии туризма прогнозируют, что чемпионат мира по футболу 2018 года станет первым после чемпионата мира в Корее и Японии, на котором будет наибольшее количество болельщиков из Китая. В настоящее время, в России действует групповой безвизовый въезд для граждан Китая, минимальное число участников 3 человека. Во время проведения чемпионата мира в России действует режим безвизового въезда по паспорту болельщика, чтобы привлечь больше туристов. Большинство туристов по-прежнему выбирают самостоятельный способ путешествия. Господин Су, ответственное лицо чины интернете Анал Травел Сервичи в Дунгуане, подчеркнул, что туристические агентства в основном несут ответственность за покупку билетов. Бронирование гостиницы за сопровождение. При нормальных обстоятельствах стоимость недельного тура в Россию на одного человека составляет около 20 тысяч юаней, примерно 186 тысяч рублей. В этом году сувенирные продукты к чемпионату мира в основном отправляются в Москву и Санкт-Петербург. Большая доля туристов путешествует индивидуально. Благодаря статусу болельщика они могут воспользоваться безвизовым режимом и путешествовать без помощи туристических агентств, рассказал господин Су. После соревнований соотношение цены и качества будет намного выше на чемпионат мира в Россию. Небольшое количество туристов из Дунгуане отправилось с туристическими группами. Болельщики, отправившиеся на футбол самостоятельно, составляют большую часть. За 1-2 месяца до начала чемпионата мира турфирмы уже начали запускать туристические программы в Россию. Если вы собираетесь на финал соревнований, то один билет вам обойдется более чем в 40 тысяч юаней, также не забывайте о стоимости тура. Расходы одного человека на поездку в Россию превысят 60 тысяч юаней, сообщил господин Су. На сайтах туристических компаний наш корреспондент обнаружил, что цена туры на чемпионат мира варьируется от 40-80 тысяч юаней. Основное различие в цене билетов на матч. Туристическая программа от компании Дунгуан Кайхуэй обойдется вам в 79 тысячах 999 юаней на человека. Стоимость тура включены и перелеты в оба конца из Шинджиня в Россию, билеты на матчи за третье и четвертое место и на финал соревнований. Длительность тура 9 дней и 7 ночей. Однако, по состоянию на 2 июля, все вышеуказанные туры компании были уже проданы. Тем не менее много туристов из Дунгуаня решили отправиться в Россию после окончания ЧМ, чтобы избежать очень высоких цен, но все же прочувствовать атмосферу ЧМ. В настоящее время, перелеты тур в Россию на 8 дней на одного человека варьируются от 10-13 тысяч юаней. История болельщика. Заядлый болельщик из Дунгуаня посещает футбольные матчи и путешествует по миру Цзянь Цзянхуа из Дунгуаня. Он считает себя заядлым футбольным болельщиком. Уже с начальной школы я стал увлекаться футболом. Я люблю смотреть и играть в футбол, рассказал Цзянь Цзянхуа. В этот раз я вместе с женой и старшей сестрой поехал в Россию. Я второй раз в жизни побывал на чемпионате мира. Когда перед матчем все болельщики и хором стали петь песню «Широкое небо», это было незабываемо, сказал Цзянь Цзянхуа. Наблюдать за чемпионатом мира со стадиона – это очень волнительно. Во времена, когда у нас еще не было телевизора, я был счастлив, когда слышал звуки футбольного мяча. Цзянь Цзянхуа очень любит смотреть футбол. Он рассказал корреспонденту, что самое глубокое впечатление на него произвел финальный матч «Спартакиады народов» в КНР 1987 года, в котором встретились команды с Гондуна и Леонина. Наш учитель включил для студентов радио, чтобы мы могли послушать тот матч. В эпоху без телевизора слушать футбольных комментаторов было очень радостным занятием, рассказывает Цзянь Цзянхуа. Он еще во время учебы в университете отправился на автобусе к месту проведения футбольного матча Кубка Гонконга. Вечером он остановился в общежитии у своего одногруппника, а на следующий день на автобусе вернулся в Дунгуань. После того как Цзянь Цзянхуа окончил университет и начал самостоятельно работать, чтобы исполнить свою футбольную мечту, он постоянно добивался поставленных целей. Его материальное состояние становилось все лучше и лучше, а его мечта поехать на матч становилась все ближе. В 2002 году он побывал на чемпионате мира в Корее, а также специально съездил в Испанию и Англию на футбольные матчи. На чемпионате мира в 2002 году мне посчастливилось поговорить о футболе с тренером национальной сборной 1982 года. Суэн Шуним, рассказал Цзянь Цзянхуа. Цзянь Цзянхуа любит футбол более 30 лет и за это время заразил им всех окружающих людей. Он любит не только смотреть, но и играть в футбол. В 1983 году он учился в первой средней школе Дунгуаня, в те времена в их школе еще не было футбольного поля. После уроков Цзянь Цзянхуа часто ездил со своими одноклассниками в народный парк поиграть в футбол. В те годы на одном футбольном поле играло 7-8 футбольных команд. Несмотря на то, что условия были плохими, у меня осталось бесчисленное множество хороших воспоминаний на многие годы. Я каждый год участвую в турнире выпускников первой средней школы Дунгуаня. В то же время я уделяю внимание молодежным футбольным соревнованиям и поддерживаю их. В 2015 году я пригласил звезду футбола Ауэна, речь идет об английском футболисте Майкли Ауэни, примечание Пер. Он принял участие в праздновании юбилея компании, рассказал Цзянь Цзянхуа. Он заразил своих детей любовью к футболу. Футбол стал тесно связывать отцов и детей.